Дмитрий Александрович 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 Но что это, именно? Ну, я уже учусь в развитии в маркетинге, в том, что я занимаюсь фейсбук официальным фейсбуком в французском языке, и я занимаюсь обучением и я делаю также вебинар для объяснений, для объяснений, для объяснений вебинар. Так что я уже делаю определенный работ, потому что я единственный в французском языке, не только Французском, чтобы это делать. Итак, я являюсь официальным администратором группы проектов в фейсбуке, и я делаю все переводы на французский язык, и также я провожу вебинары, и таким образом я даю свой вклад в маркетинг этой сети, и вообще могу сказать, что я не только единственный французский человек во Франции, но и вообще во всем франкоговорящем мире, который является вот этим мостиком между проектом и любыми франкоговорящими людьми. А как вам вообще нравится технология, то есть сама идея? Вы наверняка ее разбирали, и как вот вы относитесь к таким электродвигателям, к тому, что в принципе решили сделать на французский язык? Какая ваша активность в этом направлении и в этом направлении? Потому что мы думаем, что вы может изучить эту вопрос? А что вы думаете о мостом направлении на французский язык? История, многие двигатели могут использовать славянка. И это нас интересует и нас интересует, потому что это интересует экология, и это является частью развития в мире, и в целом, в данном случае. Мы видим, например, в Франции, мы также программировали обрежу моторных двигателей в 2040, поэтому, конечно, мы видим, что в этом направлении есть проблемы. в этом доме. И это особенно экологическое, которое начинает плакать, где многие люди относятся и относятся к этому. Спасибо. Меня зовут не из Москвы, а из Подмосковья, в Подольске. Понятно. Расскажите, пожалуйста, о своем участии в проекте, как Вы задействованы и как давно? Ну, о проекте я узнал случайно в интернете в 2018 году, в мае месяце. Понял, что опоздал к началу. Но вообще о технологии до юного я знал еще, будем говорить, в 90-е годы. Тоже, опять же, из интернета. Увидел первые покатушки на велосипеде с мотор-колесом. В общем, первая мысль у меня была, как бы не перекупили этого человека, как бы не ушла технология на запад. Но потом как-то все это пропало. И тут вдруг я в 2018 году увидел это дело. Решил быстренько сориентироваться, стать инвестором. Ну, вот я с четвертого этапа я стал инвестором в этом проекте. И как впечатление вообще от проекта? Как впечатление от сегодняшней встречи? Ну, как сказать, я чувствую, что попал вовремя, в нужное время, в нужное место. Ну, как говорят, будет прибавка к пенсии. Ну, и передать там, так сказать, своим детям, внукам. Будет что передать. Но, правда, мало кто верит в это дело. Верил по началу. Минимальный пакет 500 долларов. Ну, а потом в рассрочку, естественно. А потом дела пошли хорошо. Был четвертый этап. На пятом, на конференции объявили, что переход на седьмой. Не просто так объявили, а появились результаты. Ну, соответственно, сейчас уже вот идет седьмой этап. Переходим на девятый. Вот. Можно пощупать своими руками все, что здесь представлено было. Вот. Ну, я считаю, за этим будущее. Так что, кто еще не инвестировал, рекомендую. Дмитрий Хазгиреев. О проекте. О проекте. Я с города Хабаровска, но живу сейчас в Москве территориально. О проекте я знаю давно. Знаю я о нем с 2015 года. Увидел в телепередаче, не вспомню сейчас какой. А инвестирую я, как и многие, на самом первом этапе. То есть с самого начала все это дело у нас началось. Так что так. Шикарный проект. Мне очень нравится. Мне нравится команда. Нравится вот сам подход к мероприятиям. Каждый раз ребята удивляют что-то новое. Все информативно. Так что молодцы, мужики. Все шикарно. Давайте в том же духе.